Раннее утро Соболековская трасса. Тысячи нижнекамцев спешат на работу на предприятие. Но некоторым из них, а именно злостным неплательщикам, придется немного поменять свои планы. Ведь на их пути судебные приставы. Кстати, помимо судебных приставов, в охоте на должников принимают участие сотрудники Единого расчетного центра и дорожные полицейские. А помогает им в этом специальный аппаратный комплекс. Благодаря этому прибору камера ловит госномер автомобиля, пробивает задолжника по базе данных, выявляет долги. Тут также есть долги домоправления, госпошлина, штрафы. В общем, много всяких долгов и кредиты также. И все, в общем, так и передается дальше следующему экипажу. А вот и первый должник. Белый пижон, 147, белый пижон. Через 300 метров каждого нарушителя ждет внезапная и не очень приятная остановка. У этой женщины имеются непогашенные штрафы и несвоевременные налоговые выплаты. И теперь она будет видеться с судебными приставами гораздо чаще. Прямо на месте ей вручают соответствующую повестку. Таких должников, как вот эта женщина, в нашем городе достаточно. Каждый третий, наверное. Долгов очень много. Люди о них зачастую иногда не узнают. Узнают только от нас. Ну, когда уже арестовывают счета, на заработную плату обращение приходят им. И уже сталкиваются с определенными трудностями. А какие долги в основном у людей? Ну, долги за ЖКХ, штрафы, ГАИ, кредитные платежи. Очень много. Если у неплательщика нет автомобиля, то к нему придут домой. И меры это тоже вынужденные. Некоторые нижнекамцы месяцами и даже годами не оплачивают коммунальные услуги. Да и общаться с приставами никакого желания не имеют. Здравствуйте. Единственный выход из этой ситуации оставить повестку. А дверь хозяин квартиры имеет право не открывать даже судебным приставам и даже по законному поводу. Идем дальше. И хотя по следующему адресу дверь нам все-таки открыли, это тоже не принесло никаких результатов. Неплательщика попросту не было дома. Там имеется разделенный лицевой счет. Значит, сестра с братом разделили лицевой счет. Сестра оплачивает, брат не оплачивает. Но платить должникам когда-нибудь все-таки придется. С каждым годом приставами вводятся все новые способы и методы взыскания долгов. Александр Акишин, Максим Липин, Новости НТР.